Руководитель службы информационной политики администрации президента Дайер Бекуронбеков утвердил членов комиссии, куда вошли 11 человек. 9 из них это независимые журналисты и 2 человека представители госструктуры. По словам Урунбекова, призовой фонд превышает 10 миллионов сумм. Победители в каждой из 10 номинаций получат по миллиону. В ходе встречи с журналистами также было отмечено, что согласно положению о премии Микин, кыргызстанцы имеют право подать заявки не более чем по трем номинациям и представить только один материал из цикла работ по одной номинации. Рабочая группа выбрала всего 10 тем. В номинации «Бир-Эль-Бир-Тюн-Дюк» материал описывает укрепление единства народа и межэтнических отношений в социально-экономической и общественно-политической жизни страны, сохранение традиций и многообразия. В номинации «Салэк-Ойну-Гуасалэм» журналисты в своих материалах могут отметить значение налогов как основного источника доходов государства, посредством которого финансируются все госпрограммы. Материалы в номинации «Кутуэлеты» должны описывать жизнь людей в регионах, занимающихся сельским хозяйством, рассказывать об успехах, интересных событиях и начинаниях. По мнению журналистов, темы для номинации в конкурсе были выбраны очень интересные и актуальные. По условиям конкурса хронометраж работ не должен превышать 15 минут. И это должны быть серии программ, посвященных на ту или иную тему. Я вот ознакомился с номинациями и мне очень понравились темы. Вот теперь думаю, какую выбрать. Очень отрадно, что организовали такую премию именно для журналистов. Раньше были различные конкурсы, но призовой фонд впервые составляет 10 миллионов сумм. Я думаю, что организация таких конкурсов служит своего рода доказательством роста экономики и пополнению госбюджета, поскольку это президентская премия. Премия была учреждена для поощрения творчества, повышения престижа, профессии и стимулирования творческой активности журналистов. Учреждение такого конкурса и с таким, я так думаю, что будет мотивировать журналистов на созидательную, на такую позитивную работу, на творчество, хорошее творчество. Я думаю, что и журналисты будут более ответственно, более созидательно относиться к этому конкурсу. Конкурсные материалы принимаются на государственном или официальном языке. Они должны быть опубликованы с января по октябрь текущего года.